Шумиха по поводу гитар Харли Бентон, как мне кажется, немного подутихла. Прошло некоторое время, и у меня появилось мое личное мнение, которым я хочу поделиться с вами. Мое мнение основано на тех гитарах, на которых я имел честь поиграть. Лично у меня есть две гитары Харли Бентон, бас-гитара и фьюжн второй. Также на музлоборах было еще четыре гитары фьюжн второй, синглкат, даблкат, то есть это Les Paul и SG, также еще был джуниор. Плюс ко всему я получаю очень много комментариев, то есть обратную связь от вас, от людей, которые именно купили гитару, купил гитару плохо, купил гитару хорошо. Также мы общаемся с некоторыми блогерами, которые тоже имеют свое мнение об этих гитарах, и мы частенько это обсуждаем. Так что вы часто спрашиваете меня, и сейчас я готов поделиться с вами своим мнением. Погнали! В первую очередь я вам хочу рассказать такое базовое впечатление, которое у меня сформировалось из всего того, что я рассказал раньше. И оно заключается в том, что гитары топового класса, например, опять же, вот этот бас, это самый дорогой, по-моему, бас, который я нашел, либо вот этот фьюжн. Фьюжн это один из топовых сегментов у Харли Бентон. По поводу этих гитар, как правило, проблем нету. Ко всем эти гитары приходят, они приходят настроенные, они приходят проверенные, и, как правило, в них особенно-то косяков и нету. Конечно, не считая ладов, которые могут с торцов немного вылезти, но и у Гибсона, и у Бонеза у всех это встречается, потому что ваша гитара из одного климата переезжает в другой, дерево немного усыхает, и лады немножко вылезают. Такое бывает у всех гитар. Но каких-то других криминальных недочетов или криминального брака, как правило, у топовых гитар нету. Но у тех гитар, которые стоят подешевле, 100 долларов, до 100 долларов, 120 долларов, как правило, у них бывают те или иные косяки. И очень многие люди жалуются, что купил гитару такой косяк, купил гитару другой косяк. И да, я еще ни разу не слышал, чтобы у кого-то был косяк, как вам сказать, серьезный. Но так или иначе, на всех недорогих гитарах, которые низшего ценового диапазона, как правило, какие-то косяки попадаются. Опять же, я вам говорю, именно мое мнение, которое сформировалось в течение этого времени, я не утверждаю, что это так, но у меня сформировалось такое мнение. С топовыми гитарами проблем нету, но с гитарами в низком ценовом диапазоне, как правило, бывают какие-то косяки. И это первое такое основное базовое мнение, которое у меня сложилось по поводу этих гитар. Второе мнение, опять же, которое у меня сложилось, это то, что у них очень-очень неплохо работает поддержка. То есть у них есть русскоязычная поддержка. Мы, кстати, видели стрим на канале Макса Соло, где он с русскоязычным, но это русский парень, который работает в том или в поддержке, с ним был стрим. У них есть, по-моему, страничка ВКонтакте, тоже русскоязычная поддержка. И они всегда помогают, если у вас есть какие-то проблемы. То есть если у вас гитара с браком, вы им пишете, вам говорят, да, это брак, гитару отправляете обратно за их счет, и вам присылают новую гитару, опять же, за их счет. Третье мнение, которое у меня сложилось, это, например, Ютуба и людей, которые будут смотреть это видео. И они скажут, вот ты хвалишь эти гитары, значит, это неправда. Если бы ты их ругал, это была бы правда. Был какой-то период, когда все о них снимали, но это не потому, что всем заплатили, а потому, что это хайповая тема. И сняв ролик, видеоролик про распаковку, например, бас-гитары, я набрал больше 5000 просмотров, хотя для моего канала это не так много. И опять же, я сейчас их хвалю, вы скажете, неправда, продался, еще что-нибудь. Стоит мне снять про эти гитары какой-нибудь хейтерский ролик, где я их буду ругать, негативно отзываться про сайт Томан, еще что-нибудь. Я сразу же наберу кучу просмотров, мне все напишут наконец-то честный отзыв и все такое. Почему? Вот этого я не понимаю. Третье мнение, которое у меня сложилось по поводу гитарок Hardly Benton. Четвертое мнение, это даже несмотря на то, что рубль на нас упал, но в евро-то цена на них не изменилась, это те гитары, если мы берем гитары топового рубля и посмотрим, сколько они стоят, как мне кажется, все-таки это самое лучшее предложение за свои деньги. Конечно, сейчас Fusion 2, мне напишут в комментариях, и мне много раз говорили об этом на стриме, Fusion 2 сейчас стоит примерно как IBANES RG421. Следующее видео, кстати, будет сравнение Fusion 2 IBANES RG421. И мне напишут, что лучше взять IBANES. В следующем видео разберем, что лучше взять IBANES или Fusion, почему я вам все расскажу. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Так и не могу договорить, что гитары Harley Benton топового уровня за свои деньги, как мне кажется, предлагают самые богатые комплектации. Это пятый или четвертый. Я уже запутался. Например, Harley Benton Fusion 2 за 399 евро. У нас корпус из красного дерева, так называемый сапеле. У нас печеный гриф. Посмотрите, какой он красивый. У нас плоды из нержавеющей стали. У нас, опять же, локовые колки. Машинка Wilkinson. Как я говорил в предыдущем своем обзоре на другой Fusion 2, это не самая лучшая машинка, но, опять же, это не какой-нибудь ноунеймовский Китай. У нас звукосниматель Roseau. Тоже не такие себе известные звукосниматели, но, опять же, это не китайский ноунейм. Сборка у нас Индонезия. Два хамбакера и сингл. Также у нас есть отсечка. На обои хамбакера работает отсечка, которая включается отдельным переключателем. Сделан вот такой красивый топчик. На самом деле, такую технологию шпона применяют и Бонезе, и Испи. И делается это для того, чтобы сделать красивый внешний вид, клён такой полосатый, но сделать его настолько тонким, чтобы на звук он никак не влиял. На звук влиял именно основная масса дерева, ну, как здесь, например, красное дерево, или ольха, или еще что-нибудь. Ну, или, например, вот этот бас. За 300 с небольшим евро, я, если честно, опять же, не помню, сколько он точно стоил. Я помню, что когда я его до кризиса покупал, это было 18100. Сейчас 21, что ли, тысяча. В евро не помню, ссылочки на эти гитары я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Опять же, за 300 с небольшим евро у вас абсолютно сквозной бас. Гриф сделан из пяти кусков. Опять же, у нас дека сделана тоже из кучи кусков. У нас сверху красивый топ. Далее у нас идет еще какой-то кусок. Я уже не помню. В обзоре все расскажу. По центру еще дерево. Дальше у нас опять еще дерево. И сзади у нас опять же красивейший кусочек дерева по типу топа. Две батарейки, звукосниматели здесь активные. Плюс у нас активный эквалайзер. Здесь у нас отсечечка. Я даже сам не понимаю, что она делает, потому что я ей никогда не пользуюсь. Но все же, друзья, если вы знаете, кстати, что делает эта отсечка, потому что кто-то говорит, что эта отсечка делает активные звукосниматели пассивными. Кто-то говорит, что это переключение насиленное. Кому верить? Я не знаю. Если вы в курсе, что она делает, обязательно напишите. Мне это будет полезно. Накладка здесь, правда, из какого-то непонятного материала Эбанол. Как я почитал, это какой-то типа композита, бумага, что ли, с клеем, все это перемешано. Но, в общем, единственное, на что я надеюсь, что выглядит он как черное дерево, очень красиво. Она такая же твердая. И единственное, на что я надеюсь, что из-за того, что это композит, он не будет играть от температуры, от лажности, от смены климата. И лады в конце концов не вылезут. Шикарный бас, офигенный бас за 300 с небольшим долларов. Где вы еще себе сможете такой найти? Ну ладно, друзья, даже у меня уже начинает складываться впечатление, что я в этом видео только и хвалю. Что я вам хочу посоветовать, если вы все-таки надумаете покупать себе Харли Бентон, не берите самые дешевые гитары. Там есть гитары сингл-каты, то есть лес-полы, из Гэшки по 100 долларов, по 120 долларов. Не надо их брать. Берите СГ-шку. Слушайте, я не помню, сколько они стоят. Смотрите, давайте делаем так. Я вам оставлю ссылочки на те гитары, которые, как я считаю, можно взять. То есть это будет СГ, это будет сингл-кат, я точно помню, что это СС-550. Я на такой играл на музлоборе, офигенная гитара. Ну, на фьюжины, вот на этот фьюжин и на этот бас я тоже оставлю ссылочки. Я думаю, что смысла нету на другие фьюжины оставлять ссылки, потому что вы их сами сможете найти, а не все так или иначе прикольные. По поводу бас-гитары сказать не могу, потому что у меня есть вот только вот этот. По-моему, это одна из самых дорогих моделей. Я думаю, что по бас-гитарам все то же самое. Самый дешевый сегмент, я все-таки считаю, что брать не стоит. Кстати, сейчас там телекастеры вышли, тоже фьюжин-ти, по-моему, называется. Блин, хочу себе такой один. Ссылочку на один фьюжин-ти тоже оставлю в описании под этим видео. И опять же, самые дешевые брать не стоит. Но если вдруг, естественно, у вас нету денег на дорогую гитару, у вас есть там 10 тысяч рублей, и вы все-таки хотите ее купить, да, это будет прикольная гитара, но имейте в виду, что могут быть косяки. И опять же, вы должны понимать, что гитара за 10 тысяч рублей но вы либо не найдете и не купите себе подобную, или же купите, но сильно проще. Я даже не знаю, как это сказать. Не надо их покупать, но если все-таки берете, помните, что там могут быть косяки, большая вероятность именно у дешевых моделей. И если вдруг будут косяки, сразу пишите в поддержку. Насколько я знаю, они достаточно оперативно вам могут помочь. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного, ссылочки будут в описании под этим видео, также подписывайтесь на мой инстаграм, все гитары новые, которые я приобретаю, или же которые у меня появляются в первую очередь, фотографии появляются в инстаграме, ссылочки будут в описании под этим видео. Если вы хотите меня так или иначе поддержать, все ссылочки также будут в описании под этим видео. Donation Alert, Patreon, карта без Сбербанка, ни в чем себе не отказывайтесь. Ну, а меня зовут Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе! Субтитры сделал DimaTorzok